Ре. Вис Этерс Ирте. Ре. Вис Этерс Ирте. Ре. Вис Этерс Ирте. Вис Этерс Ирте. Ре. Вис Этерс Ирте. предполагает, наверное, какую-то подготовку для того, чтобы знать. Нужно очень много информации поднять. Я, например, не знаю, как выживать в племени каннибалов. Я 20 лет этому учил и учу. И спецподразделения, и спасатели, и специалистов разного рода. Как вы к этому пришли? Вы знаете, я работал с журналистами. С журналистами большая почта поступала от людей в советские времена с самыми разными проблемами. А решить их было негде. Не было никаких структур, которые могли бы помочь или бабушке, или многодетной матери, и так далее. И разговор не о социальной помощи, а о разного рода иной. И поэтому, как только это стало возможным, я при Академии наук создал первую в Советском Союзе школу безопасности. Затем школу выживания, затем 74 филиала по всему Советскому Союзу. Затем я стал инициатором создания МЧС в России, автором дисциплины ОБЖ во всех школах России. Написал энциклопедии по выживанию, безопасности, спасению и так далее. И там 90 направлений. Это же выживание не только в сложных климатогеографических зонах. Это аварии, катастрофы, стихийные бедствия. Это зоны гражданских беспорядков, военных конфликтов, криминальные среды. Это жить не болей, излечи себя сам, духовные конструкции современности, социальная защита, экономическая самооборона. Очень много дисциплин самых разных. И, конечно же, я уже потом привлекал лучших специалистов из тех, кого мог найти. Вот вы на себе знаете, как выжить в самых таких диких, отдаленных точках Земли. На одном известном канале, где показывают документальные фильмы, документальные передачи, я думаю, все наши телезрители знают, есть передача выживания, по-моему, в любых условиях. Это вообще реально, что там показывают, как человек выживает? Я не знаком. Мне разные сюжеты спрашивают про них все время. Но предполагается, что ведущий показывает те или иные приемы выживания. Понимаете, когда вокруг тебя летает камера, и тебе грим там поправляют, это одна история. А другая история, находиться в раскаленных пустынях или в джунгли Амазоне называют адом, да, зеленым адом. Это действительно так. Человек без подготовки суток там не проживет. А что это за история с анакондой? Как вы с ней повстречались? Вы знаете, это совсем простая уж прям вот никакая история. Просто я шел по Игора, и она на меня напала. Это колбаса, которая пришла в руки. Колбаса? Вот она примерно какая-то колбаса? Ну, метра четыре. Ну, вы понимаете, как бы опасность от анаконды сильно преувеличена. Поэтому никакого особого героизма там не было. Просто была красивая картинка, я душила, она извивалась, фотограф сделал несколько снимков. Это правда. Хорошо, то есть подвиг с анакондой вы девальвировали, скромничаете. Ну, какой же это подвиг? Ну, давайте про жерло вулкана тогда. Знаете, когда советские люди с батоном колбасы в переполненном автобусе ехали, прижимая его к шубе, это был значительно больший подвиг, я вас уверен. Но про жерло вулкана все-таки, ну, это совсем большой риск для жизни. Просидеть трое суток в запертом лифте, или спуститься в жерло действующей вулкана, или пересечь самую безводную протяженную пустыню мира, там, да, Галышом. Или в открытом океане делать разного рода исследования. Все это эксперименты, наблюдения и тесты для самых разных институтов и заведений. Просто я могу контролировать ситуацию, ввести дневник самонаблюдения, списывать параметры холодовидового индекса, там, солевого баланса, водно-солевого баланса, и так далее. Это часть работы. Часть работы, понимаете? Вот часто люди себе думают, что путешественник такой человек, рюкзак повесил, гитару, может, даже еще взял и пошел. И компас. Да, и компас, да, да, да. Ну, нет, конечно. У меня иногда до 300 человек в экспедициях специалистов участвуют, и вертолеты, и корабли, и вездеходы, и так далее. Но чаще всего один, по причине того, что мне не хочется отвечать за других людей, слишком много нужно знать и уметь, чтобы не только выжить, потому что задача стоит не выжить, а получить научный результат от той или иной экспедиции. То есть путешествия как наука? Как профессии наука. И экспедиции, количество которых вы назвали, это научно-исследовательские. А просто поездок, путешествий, огромная, вся жизнь просто из этого состоит. А это вот экспедиции, которые принесли значительные результаты. Современный человек способен к выживанию? Да, более чем кто-либо. И вся наша жизнь говорит об этом. Смотрите, что только не творилось на планете Земля, мы с вами. Мы с вами выжили. Поэтому, конечно же, да. Совсем другое дело отсутствие подготовки. Но это не значит, что каждого нужно обучать по всему набору дисциплин по выживанию. Вот придет сюда гость, сядет у вас первый раз в жизни, и все. И у него и стресс, и говорить он не может. Это же тоже проблема. Или бабушка в гололед из подъезда вышла, для нее это серьезная проблема. А какой-нибудь охотник, хан, там, не знаю, по тундре идет, ну, началась метель, он три дня под нас там просидел, пробил головой, пошел дальше посвистая. То есть, вы понимаете, да, что опасность, опасность и рознь. Мы боимся того, чего мы не знаем, того, чего мы не умеем. То есть, получается, что первая преграда на пути к нашим достижениям – это страх. То есть, в основе лежит страх. Страх вообще не преграда. Страх – большой помощник. Я вот вывел научную, значит, такую шкалу от робости до паники. Да, потому что страхи бывают физические, страхи бывают там мистические, страхи социальные. За детей мы боимся, за будущее там свое, да, мертвецов там, глубины, высоты, болезни, кризисов и чего-то. И они все разные. Ну и как же их победить? Тогда вот папа... Сначала их нужно знать, понимать их биохимию. Вот я охотился за всеми этими страхами. Самая главная проблема там была, когда ты ловишь этот страх, какого рода он не был, за хвостом или за гривом, достаешь скальпель или микроскоп, он исчезает, понимаете, да, как только тебе нужно его изучить. Врага узнал тогда в лицо. Ну, в общем, да. Ты, собственно, выполняешь все пункты того, чтобы этого страха не было. Он исчез. Страх хороший, он нас предупреждает. Он предупреждает, что уровень твоей компетентности здесь как бы никакой. Поэтому лучше сюда не суйся, лучше сюда не ходи, лучше к этому не прикасайся там и так далее. И от одного страха у нас ладони вспотели, от другого во рту пересохло. От третьего там, значит, да, не знаю, медвежья болезнь или сознание потерял, или истерика, или паника и так далее. У них и проявления у всех страхов совершенно разные. Получается, что перед нами сидит бесстрашный человек? Ну, нет. Бесстрашный человек – это патология. Ну, нет человека, который... Ну, это просто, если есть такой человек, это патология. И вряд ли бы он дожил до сегодняшнего дня, если он не боится переходить оживленную трассу, да, автомобильную. И там совать пальцы в розетку, я не знаю, что. А вот где вам было страшнее всего? В каких условиях? Страшнее всего... Вы знаете, мне страшнее всего за родных и близких. И вот сейчас за внуков там, например, да, за будущность какой-нибудь там и так далее. Ну, это совершенно другие страхи. Я говорю очень искренне. Потому что, ну, а чего бояться там за свою жизнь? Пока ты жив, нет никакой смерти. А когда она пришла, тебя уже нет. Ну, собственно, тебе не было никого... Ну, а в том самом вот племени каннибалов, уж извините, что я все время о нем напоминаю, но уж очень меня впечатлила эта история. Ну, неужели не было страшно вот не выйти от них? Ну, вы тоже посмотрите, какая удивительная вещь, связанная с людьми. Люди боятся, что их съедят. Ну, прежде чем их съедят, их же убьют. Вот они не боятся, что их убьют, они боятся, что их съедят. А если тебя убьют, какая терроризм? Съели тебя или прикопали. А убить тебя могут в Афганистане, в Ливии, в Сирии, в Ираке, куда я тоже осуществляю экспедиции. По сбору вот исчезающих экспонатов и артефактов для их спасения для разных музеев мира. Это тоже часть моей работы. Давайте примем телефонный звонок и продолжим нашу беседу. Добрый вечер, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю. Я хочу спросить, вот когда вы находитесь в джунглях, чем вы питаетесь, как вы добываете пищу и питьевую воду тоже? Спасибо. Ну, вот это и есть дисциплины по выживанию в сложных климатогеографических зонах. Джунгли, вододобыча, подножный корм, временное жилище, опасные ядовитые растения и животные, доврачебная помощь и так далее, и так далее. Это целый набор дисциплин, и если я им учу, то уж, наверное, я знаю их сам. А откуда я их знаю? Ну, конечно, не на диване и не почитав книжки, а учась у тех племен, которые живут там, да, в этих сложных климатогеографических зонах, что бы это ни было. Раскаленная это пустыня, и это бедуины там, предположим, да, или это ханты, ненцы, венки, чубщи, алиуты, если это крайний север, и так далее. И для них это лучшее место на планете. Это их родной дом, конечно. Конечно. И поэтому не надо ничего изобретать. Приди и посмотри, как это люди делают. Вот и все. Ну, а как они относятся вот к такому чужаку, который приходит и смотрит, как они это делают? Ну, по-разному. Вы знаете, по-разному. Когда вы говорите «они», у меня же калейдоскопом там две сотни племен перед глазами, и все по-разному. Смотря какие они, да? Смотря какой ты, смотря кто первым увидел. Да, это от этого очень многое зависит. И если, например, на меня выбегает, я ищу племя, там, а на меня выбегают воины и потрясают, там, значит, каменными топорами, костяными ножами и растягивают луки с наконечниками стрел, отравленные ядом курары, я счастлив. Потому что если бы они меня хотели убить, убили бы, я бы даже не заметил. А раз это происходит, то это тест. И, значит, половину программы я выполнил. Дальше ты выполняешь вторую половину программы, там, и так далее. Но есть какие-то вот общие правила поведения, чтобы, ну, так скажем, втереться в доверие, войти в доверие? Какие-нибудь поражения? Вот самое общее правило, самое общее правило, стать ребенком нужно. Вот прям стать нужно ребенком. Не нужно ничего делать искусственно, потому что как только прочитывается искусственность, эта искусственность воспринимается, ну, как обман, хитрость, коварство и еще что-то. Ну, и на всякий случай не нужно махать руками, там, приседать, я не знаю, да, вскидывать руки. Или улыбаться даже. Потому что во многих племенах это обозначает оскал. Поскольку улыбка не врожденная мимика человека, а наученная, благоприобретенная. Но если вы уже заговорили о ребенке, давайте поговорим о вашем детстве, ведь все началось в детстве у вас, вся тяга к приключениям. Ну, вот из вашей биографии. С 12 лет состоял на учете в детской комнате милиции за несанкционированные родителями систематические путешествия по стране. Куда вы путешествовали-то в 12 лет? Ну, по стране, действительно. Страна была... Страна большая? Страна была самая большая в мире, конечно. И как же не переступить через горизонт? Обязательно. И на товарных поездах, и на всех видах транспорта и так далее. Ну, был такой грех, да. Ну, я работал. Я там, не знаю, с 6 лет в трамвай залазил, к кому-нибудь бабушке, дедушке прижимался, чтобы подумали, что я с ним. От родителей доставалось вам за такие приключения? Да вы знаете, с родителями сложно все было. Потому что мама болела, она речилась там постоянно, отца не было. Бабушке я мог наплести что угодно, что мы классом, школой там и так далее. То есть у меня вольница-то была быть здоров. Хорошего сегодня в этом мало, да. И я никогда не предложу детям, юношам, с которыми я занимаюсь разными способами, да, вот методы, которыми пользовался я. Вот я, например, боялся высоты, глубины, скорости, хулиганов, мертвецов, красивых девушек. Ну, короче, я боялся всего на свете панически. И в моем случае мне это помогло. Потому что я боялся глубины, стал инструктором по подводному плаванию. Боялся высоты, стал монтажником-высотником скорости, стал водителем-испытателем. Там, темноты стал спелеологом, там, хулиганов стал инструктором по рукопашному, и так далее, и так далее. Поэтому в моем случае это были плюсы, но я их никогда не посоветую никому другому, потому что можно загнать человека в фобии, в такие, что его из них не высунешь. А мертвецов боялся, в морге работал. Красивых женщин до сих пор боюсь, не хочу ничего с этим делать, мне это нравится. Вот понимаете? Скажите, что вы не умеете и где вы не работали? Потому что тут столько профессий, столько... Да, да. Ну, конечно же, я много чего не умею. Более того, я учусь всю свою жизнь. Я всю жизнь учусь, потому что я абсолютно точно уверен, что у каждого человека есть чему научиться. Важно уметь тебе, как исследователю, задать правильные вопросы. И человек тебя может удивить очень серьезно, тем или иным, даже помыслом или мыслью, или анализом, или сравнением, или навыком уж тем более. А сколько высокопрофессиональнейших людей в мире потрясающих. И я большую часть жизни потратил на то, чтобы добраться до них и предложить им все, что угодно, чтобы побыть рядом и стяжать тот или иной знание, тот или иной навык. А кто был самым большим открытием в вашей жизни, вот именно в человеческом плане? Вы знаете, дедушка и бабушка, и внуки, которых я сейчас открываю. Вот, да, надо было весь мир оббежать кругами, чтобы сейчас начать думать, уже нет этих бабушки и дедушки, чтобы сейчас начать понимать их, начать сопереживать. И я изучаю весь мир, я изучаю культуры, религии. А что я знаю про свою прадедушку или про прадедушку? А где они жили? А как они познакомились? А что они любили? Ну и мне горько по этому поводу. Это речка, в которую уже не войти. Но вы сейчас сами дедушка, как я понимаю, вы сказали внуки. Это же, наверное, потрясающе для внуков, для маленьких детей, иметь такого дедушку с таким огромным вообще запасом истории. Там даже истории придумывать не надо, просто говорить все как есть. Сказки вы не читаете, рассказываете, наверное. Ну, конечно, и сказки. Нет, сказки нужно читать обязательно, потому что это космолинические тексты, это очень важно. Народные сказки. Любой культуры и любой традиции читать. Не читать. Сказки нужно казать, сказывать. Казать даже, показывать. В черном-черном лесу. Обязательно. Они тоже там. В черном-черном лесу. Ты, кстати, ел сегодня? Нет? Вот это не сказка совсем. Только так можно развивать воображение, а по воображению вашему воздастся вам. Я мечтал с детства с фонариком под одеялом, значит, там, читая книжки Стивенсона, Фенни Мор Купера и так далее. И мечта стала невыносимой. И поэтому это все появилось в моей жизни. Я мечтал преодолевать ледяные торосы, ехать на верблюде по раскаленным пустыням, управлять слоном в джунглях, там, не знаю, Лаоса, увидеть северное сияние и так далее. У меня списки были, чего я хотел. А потом это стало моей работой, сложной, трудной. А вот еще, кстати, вопрос. Ведь путешествия в различные экзотические страны, они предполагают еще такой вид опасности, как инфекции разные. Вот это же прививки, наверное, нужно все время делать. Знаете, я не делаю прививки. Тоже я никого к этому не призываю. Если бы я делал все прививки, вы, представьте себе, не можете какое-то количество, да? Я бы убил себя уже 150 раз. Первое. Второе. Я трижды болел малярией, например. Я частый гость в реанимации. Дело-то, в общем, как ты не подстраховываясь, если ты налезешь туда, где нет ответов на многие-многие вопросы. Есть ли какое-то место на Земле, где вы еще не были и где хотели бы очень побывать? Да, на том свете. И думаю, никуда не денусь, я обязательно там однажды побываю. А можно подготовиться как-то к этой экспедиции? Да, для этого она моя отпущена целая жизнь. Может быть, последний вопрос. Время интервью подходит к концу. Что вы делаете в Риге, да? Какова цель визита? Ой, их несколько. Ну, во-первых, у меня тренинг здесь проходит, да, наконец, долгожданный для многих людей, которые мне говорят, а почему обижались вы у нас не проводите? Что вы нас игнорируете? Я говорю, так приглашайте. Они говорят, так приглашаем. Я говорю, не, 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 подождите, организуйте. И чему вы учите? В общем, они организовали. Общее название тренинга – инструкция по эксплуатации судьбы. Ни много, ни мало, да. Так, скромненько и со вкусом. Да, скромненько и со вкусом, да. Что это подразумевает? Это ровно и подразумевает, что люди, по большей части, живут рефлекторно. Мы упали, лежали, нас подняли, мы пошли. Дело в том, что судьба – это сценарий. И вы, как никто, понимаете, что сценарий кто-то пишет. Какую роль в этом сценарии ты отводишь себе? Ты там главный герой, протагонист, массовка или просто зритель? Как написать собственный сценарий собственной судьбы и воплотить его максимально эффективно? Об этом минимум два дня. Ну, может быть, три каких-нибудь правила от Виталия Сандакова по эксплуатации судьбы? Вы знаете, правило номер один. Твоя судьба индивидуальна, абсолютно индивидуальна, потому что нет двух похожих людей ни по одному параметру из сотни перечисленных. Это раз. Второе, конечно же, ее нужно… Если ты не пишешь свою судьбу сам, за тебя ее пишут другие. Это всегда так. Всегда по случаю тебя куда-то вставляют, впрягают, передвигают, мотивируют, заколдовывают и как угодно. Это нужно понять со всей очевидностью. Третье, вот как, знаете, в кинотеатре идет фильм, и вы вошли и глянули на экран. Вот если вы сейчас глянете на себя в зеркало, вы и есть кадр из собственной судьбы. Но дальнейшее развитие этого фильма и его жанра зависит исключительно из вас. Вот сегодня определите себе совершенно другую роль и начните ее воплощать в своей жизни. Ну что же, Виталий Сундаков, человек-легенда, профессиональный путешественник, был сегодня в гостях у нашей программы.